Мы судили два дня, и за эти два дня были замечены какие-то определенные тренды в плане работ. Что-то было хорошо, что-то было плохо. Я, наверное, немножко про эти тренды поговорю, потому что они показывают, куда движется вся индустрия, и что у нас становится слабее, и что у нас становится сильнее в плане проекта в целом. Первое, что было замечено всем жюри, то есть это не мое мнение. Во-первых, мое мнение, которое я сейчас буду рассказывать, может не совпадать с мнением своего остального жюри. И не стоит строить на моем выступлении какие-то прогнозы на тему «О, я выиграл или я проиграл?». Если просто там что-то услышать от меня по поводу своей работы. Сильные категории. Что же я отметил? Очень сильная работа была в дизайне, очень сильная работа была в диджитале, в медиа и в промо. То есть, условно, в нестандартных форматах. Вот все международные жюри сказали, что Россия, как условно рекламная индустрия, очень сильна. Что было суперплохо. Ужасная категория принтов. Их просто не было практически. Очень слабое радио и почему-то слабое ТВ, хотя у нас, в принципе, ТВ считается главным медиаформатом и главным медиаканалом, который плагирует за самые большие деньги. Но на уровне ТВ, ну, международные жюри, опять же, у них очень разные опыты, они из разных стран. Они сказали, что ТВ было не настолько сильной, насколько могло бы быть, казалось бы. Хотя, ну, все предпосылки были. Но вот дизайн здесь шел в медиа и промо. Работы им очень сильно понравились. И с точки зрения подачи, и с точки зрения идей, и с точки зрения подходов. Они сказали, что, во-первых, они очень сильно удивились, потому что они ожидали от России более стереотипных, что ли, вещей. Что у нас будут как-то спринты, радио и ТВ хорошие. И они даже, когда обсуждали с ними в целом вот эти тренды, они говорили, что если бы мы увидели, что у вас ТВ, радио, отпечатки и наружки сильные, вот в этот момент мы им поняли, что у вас все плохо. А так, они сказали, что у вас все хорошо, и у вас на самом деле все лучше, чем, например, во многих других странах, в которых традиционные медиа выглядят лучше, чем нетрадиционные. Что еще было замечено? А можно сейчас следующий? За два дня очень много говорили. Я, потому что мне приходилось пояснять многие работы российские. Я немножко устал. Было замечено, что мы не умеем делать кейсы. Это прям факт. То есть подавать свои работы, даже если там классная идея, мы совершенно не умеем. И это очень плохо, потому что у вас с реалом нет. То есть у вас есть хорошая идея, вам нужно ее как-то рассказать через риф, еще довольно быстро и нянто, и интересно. И проблема кейсов в многих заключалась либо в том, что они были супердлинные. Знаете, в чем отличие, когда кейс делает клиент, и когда кейс делает агентство? Вот клиент, у клиентов кейс-стадии – это кейс-стадия. То есть они передают его дальше по всему миру в свои подразделения, для того, чтобы эти подразделения могли этот проект, условно, повторить, как-то локализовать. Поэтому они рассказывают про все-все-все детали проекта для того, чтобы рассказать механику его производства. Рекламный, ну или агентский кейс отличается тем, что это, по сути, такой отдельный проект, я в этом позже расскажу, задача которого – продать вашу идею прямо здесь, сейчас. Вот, даже напал. Вот, и проблема российских агентств в большинстве своем заключается в том, что мы не умеем продавать идеи. И это прямо очень сильно заметно. И что еще? Мы по-прежнему не разбираемся в категориях. Сколько там было? Он 20 категорий на фестивале. Ни в категориях, ни в подкатегориях. Условно, агентство подает работы, такое ощущение, что они просто видят знакомое слово, типа, например, категория, и наводите в салюши. О, у нас что-то там инновейтив вроде. Или, что-то, бывает, там у нас технология вроде была какая-то в проекте, да? Ну, инновейтив тогда, значит. Совершенно, то есть, кампейн. Что такое кампейн? Кампейн – это что-то, состоящее из нескольких единиц условных, коммуникационных. В кампейн фигачилось все подряд. То есть, даже если это был просто видеоролик, это тоже кампейн. То есть, у нас, как бы, в России все кампейн. И международный жюри – это несколько странно. Они говорят, ну, что-то как-то это не очень кампейн. Вот, поэтому большой такой главный, наверное, один из главных советов – разобираться в категориях и под категориях, потому что от этого зависит даже не 50% успеха, я бы сказал, 80%. Если вы вне правильной категории, это просто мимо. То есть, у жюри, ну, нужно сказать о том, что у жюри нет возможности переносить ваши работы из категории в категорию. Нам запрещают так делать. И только в виде очень больших исключений. Один раз нам разрешили за этот фестиваль перенести работу из одной категории в другую. Во всех остальных случаях нельзя, потому что, ну, как бы, это ваша вина, условно. Да, то есть вина агентств, которые подавали работу в конкретной категории. И мало кто учитывает специфику жюри. То есть, нужно понимать, что это международное жюри, что, с одной стороны, хорошо, потому что оно оценивает работы по супер-высокой планке качества. С другой стороны, это не очень удобно, потому что им нужно очень многое объяснять. Например, очень многие работы на российский, из-за того, что они сделаны на русском языке, там очень много игры слов. И объяснить игру слов международному жюри за 15 секунд, чтобы они прониклись, то есть не просто, ну, как бы, перевести и сказать «это значит вот это». А чтобы они это поняли и почувствовали какой-то кайф от этого, практически невозможно. Поэтому многие работы, которые были основаны на тексте, они, к сожалению, ну, либо там что-то не получили, либо вообще не попали в шорт-лист. И это такая вот специфика международного состава жюри. Категория и подкатегория – очень важные вещи, потому что их много, в них очень легко запутаться. И отчасти это советы и фестивалю самому, чтобы он как-то объяснял участникам, что означает натретная категория, какие работы там ожидаются, как их лучше туда подавать, ну, и так далее. То есть давал какие-то такие видеосоветы от жюри. И жюри предыдущего года, маленький короткий ролик, где они объясняли, ребята, там, в эту категорию нужно подавать вот так. А вот это, например, в эту категорию вообще не нужно посылать, потому что это просто без шансов. Ну, вы просто потратите деньги, время и ничего не выиграете. То же самое и с подкатегориями. Их очень много, то есть там было много вопросов. Например, кто-нибудь понимает, что такое Single Channel? Вот с точки зрения фестиваля. То есть это была категория медиа, подкатегория Single Channel Usage, Best Single Channel Usage. Вот кто-нибудь понимает, что это значит? Кто-нибудь может мне объяснить? Пожалуйста. Поединение, так сказать. В другим гипотезам какие-то есть? Максимально эффективно используемое, чтобы уголовно. А что значит максимально эффективно? Одного каналу хватило вообще на все. Это как? Мы использовали только денег и... Все у нас. Его хватило для решения задачи, в словах. Окей, а вот это не так. Вот, например, с точки зрения жюри, это совершенно другое объяснение. То есть с точки зрения жюри, это... Это грамотное использование особенностей канала, которые... Ну, например, выберете YouTube. Вот если вы выберете просто, вы сняли видео, залили его на YouTube и подали это все в категорию Single Media Channel. Это не то, что жюри ожидает увидеть от вашей работы. Оно ожидает, что вы как-то поиграете с YouTube, то есть с самим форматом, да? С кнопкой Skip, что-то добавите, что-то... Ну, то есть с теми фишками, которые YouTube предполагает, вы что-то сделаете. И вот было очень много работ, которые как бы, о, ну вот ровно по такому принципу. То есть Single Media Channel, а, ну так у нас же топ-видос, значит, или там у нас только принт и так далее. И все это пролетало просто очень быстро. То есть мы включаем такие, типа, окей, что-то не очень понятно, где здесь использование Single Media Channel, но то есть то, что это одна единица креатива, условно говоря, в этом конкретном канале, это не работает в этом смысле. И вторая, как бы, большая проблема, связанная со всеми этими вещами, это кейсы и наличие цифр, потому что, ну, как бы, жюри несколько раз порассказывала такая фраза, мы все любим кейсы, потому что кейсы, это же всегда правда, да? То есть все, что написано в кейсе, это же правда, все цифры, вот эти миллиарды охватов. То есть мы там уже 35 раз охватили все население Земли своим проектом. Вот, что-то у нас бизнес не идет, но охвачено так много людей, все прям знают про нас. Вот, и когда ты смотришь на кейсы, а особенно, когда их много, то есть ты просто перестаешь верить в эти цифры, потому что я говорю, да-да-да-да-да. Потому что там в каждом кейсе миллионы, миллиарды, и все круто. Вот, и вот здесь очень важно не просто на цифрах играть, потому что ты не можешь оценить, ну, то есть ты, как бы, ты вынужден им верить, ты смотришь на кейс, нам написано, что 100 миллионов человек мы охватили. Окей, ты же не будешь нам звонить в медиа-агентство, там, медиаплан или туда, нет времени. Поэтому ты говоришь, окей, ты смотришь на идею. И вот в этом смысле понимание категории и подкатегории, то есть что ожидается с точки зрения идеи в каждой из этих номинаций, это такой ключ к успеху проекта на фестивале. Да, чуть более конкретно. Может, сейчас вопросы, может быть, появимся? Давай. Где найти, ну, то есть, модули найти, то есть, ролики с нас, культуре? Да, в YouTube. Есть single media channel. Там все это есть. Ну, они там, правда, выложены, я не знаю, если их, потому что там удаляют очень быстро материалы свои, то есть они были выложены там в 2014 году. Был какой формат. Я не знаю, продолжать ли они его делать. Вообще, на сайте Redact есть описание категорий, которые, ну, стоит почитать. И вообще, на сайте любого фестиваля, по идее, должно быть описание категории, которые стоит читать перед тем, как что-то отправлять. Проблема в чем? В жюри, в общем, мне жалко посмотреть вашу работу. Проблема в том, что вы потратите деньги просто так. И у вас заранее нет шансов. То есть, как бы, вроде как сделал, а потом самая большая проблема, что люди не понимают, а почему моя работа там в этой категории и подкатегории не взяла, ну, не знаю, награду или шорт-лист. А жюри не всегда может объяснить это. Потому что вот там сейчас есть разбор работ, да, условно, а на другом фестивале его нет. И вы просто остаетесь в неведении. Вам кажется, что вы все сделали правильно, а по факту вы просто не попали, ну, попали не в ту номинацию. То есть, вам обратно связь. То есть, если за такой работой на подход, или хотя бы сообщить, что-то прошло. Что-то не было в этом? Я думаю, что это хорошая мысль. Вопрос исключительно про... Смотрите, во-первых, мы же русские люди, да? Поэтому агентства, они тоже русские. И вы же думаете, они все подают, когда дедлайн еще не закончился, да? Они все подают, когда дедлайн уже как-то... То есть, все работы, вот если вы спросите организаторов, там, поток работ как-то размазан по всему сроку подачи, он неравномерный. И проблема в том, что в последние дни начинается просто шквал заявок, и отвечать на этот шквал заявок очень сложно. А особенно организаторы не любят на себя брать ответственность, потому что они же не чури, они как-то что делают? Они говорят, вот, приедут 8 умных людей, и они вам расскажут потом, что правильно, а что не правильно. А мы как бы нет. Поэтому, в целом, это хороший вопрос логистики, да? Как ее выстроить? То есть, для этого нужно, чтобы... Можно сделать это бонусом к формату, знаете, если к оперке, то есть, ранние пташки, когда... То есть, это первый вопрос, слайд разложить. Вот можно им, например, давать какие-то советы со стороны организаторов или, не знаю, даже со стороны жюри прошлого года, просить какие-то подсказки. Потому что вот поездим пташкам очень сложно что-то носить, потому что у них не времени, ничего нет, они ничего не успевают, да, организаторы тоже не успевают особо. Есть хороший подформат, почему он был Каннский, это видеоролики, короткие, очень понятные, с очень подробным объяснением, например, что такое, там, не знаю, подкатегория... Допустим, в дизайне была такая история, вот на этом фестивале. Была классная работа. Есть две номинации, коммуникационный дизайн и упаковка и этикетка. И очень часто администратор пройдет в работу несколько номинаций, ну, типа, посмотреть, получится или нет. Иногда это прокатывает, потому что работа, но обладает потенциалом, что ее можно судить с разных сторон. Но была, я сейчас не вспомню, как она называлась, к сожалению, потому что работ было много, но она была подана в коммуникационный дизайн, в категории... А, я вспомнил, работают, работают, упаковка океан с рыбками, может быть, видели. Вот она была... Мы очень долго смеялись, много всего. Она была подана в подкатегорию принт, принт-крафт. И мы такие... То есть нам раздали эту упаковку даже. Мы сидели, повертили ее в руках. Долго пытались понять, что же здесь является принтом. И она была не в дизайне. Принт-крафт, это дизайн-категория, это как бы адвертайзинг-категория. И мы только пытались понять, что здесь является принтом и где здесь крафт непосредственно. И совершенно... Ну, то есть ты понимаешь, что она вообще не туда. Просто люди увидели слово принт. То есть у нас же упаковка, она распечатана. То есть как бы на принтере. Ну, это же принт-крафт. Это абсолютно мимо. Вообще. Это просто потраченные деньги, усилия, не знаю, все, что будет. И даются просто очень конкретные советы. То есть что такое принт-крафт, что там жюри ожидает выйти. Вот там, не знаю, можно показать работу как примеры какие-то. И в этом смысле гораздо проще подготовить какую-то базу, чем в реал-тайм-режиме такому отвечать, типа, а я вот туда подал. О, сейчас мы посмотрим. Да, да, я только за. Просто... Да. Еще вопросы, может быть? Ладно. Окей. Вот. Ну, про первый совет я уже, в общем-то, рассказал. Второй совет. Проверяйте вашу подачу. Многие агентства, опять же, делают заявку и подают работу, и потом забивают. То есть они уповают на организаторов, что организаторы все сделают правильно. Еще вот, если с вами есть организаторы, посмотрите на их руки под глазами, и вы поймете, что у этих людей шансов сделать что-то неправильно гораздо больше, чем у вас. Потому что в последние дни они в адском напряжении, у них огромное количество задач, и проверять каждую подачу невозможно. Было огромное количество работ на уровне лонглиста, как там вы судили, в онлайн формате. То есть когда-то в офлайн тоже приехал, и все встретились, там шансов на это, конечно, меньше. Но в онлайн режиме, когда там первый этап проходит, неработающие ссылки, видео нет, не знаю, что-то еще, PDF не открывается. Это все жюри, это не волнует, просто пропускаешь их работу. Ты просто не судишь вообще. Потому что у тебя нет времени разбираться, открывать их в другом браузере, там, не знаю, читать этот лонгрид о чем-то, там, до репрезентации, например, проектов, несколько десятков слайдов. Ты просто не можешь погрузиться в это, потому что не хочется, в общем-то. Потому что если вы, грубо говоря, агентство не проведало работу по сокращению объема информации, ну, как бы, да, с жатым видео, тебе уж точно не хочется на это пройти время, к сожалению. Поэтому проверяйте, если вы подали работу, там, зайдите на сайт и просто попробуйте сами пройти по своим же собственным ссылкам. Они туда ведут, они ведут и то видео, там, все ли работает. Если что-то не работает, то решите организаторов. Просто, ну, это такой технический момент, но он, правда, важен. Дополнительные материалы. На Redeple была возможность создавать дополнительные материалы, которые, правда, помогали во время некоторых судействий некоторых категорий. Что такое домматериалы? Условно, у вас есть кейс, замены происходят. Люди устали. Так, все, ну, да. Дополнительные материалы. Что это такое? Вы подаете какую-то работу. Например, у вас видеоролик, но при этом этот видеоролик, это часть компании, допустим, которая там шла. Круто, как дополнительный материал, дать эту компанию. Почему? Потому что иногда, опять же, международное жюри. Вот приходилось объяснять некоторые вещи. Было очень много работ. В частности, вот, мы можем... А можем включить кейс? Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, да, презентацию проекта. Это не совсем про дополнительные материалы. Сейчас будет, вот, скорее, будет про подачу кейса в целом. Но по поводу этого проекта пришлось... Я выдал там большой спич на тему того, почему этот проект классный. Потому что жюри не всегда... Они не в контексте же нашей страны, они же не знают, ну, как бы, было это круто. Они просто оценивают в момент времени. Они что-то видят и говорят, мне не нравится. И иногда им приходится чуть-чуть объяснять о том, что это было реально круто. Это был, там, классный запуск, классный овничь, и так далее. Во-первых, видите, вот это вот, это банк сразу. То есть, вообще, по-хорошему, в правилах, я не помню, указанных ли нет, но это дисквалификация. Жюри не должно знать, чью работу они судят. Было огромное количество кейса, это еще один совет. Не нужно вставлять свое лицо, например, там, не знаю, креативный директор агентства сейчас расскажет вам о том, о чем был наш проект. И так, говорящая глава, привет, мы сделали проект для мегафон, ну, условно, очень плохо выглядит. Название агентства в конце кейса, это просто ужас. Ну, как бы, сделайте, отрежьте, закончите музыку, и все окей. Ну, как бы, у жюри не будет вопросов. Потому что они возникают. Немножко, как бы, нечестный ход, рассказать о том, кто это делал. А вдруг ты знаешь этих людей? А вдруг кто-то жюри их знает? Ну, и так далее. Начинается политический интриг. Вот, про этот кейс. Вот, что вам, вот представьте, что вы жюри. Что вам было бы интересно, вот вы увидели этот кейс сначала. Что вам интересно было бы посмотреть из того, что в этом кейсе говорилось? Разрешение на права использования актера в сериал, и все такое. Окей, вы юрист? Нет? Но представьте, что вы жюри. Жюри вряд ли будет интересоваться разрешениями на права. Хотя у иностранного жюри были такие вопросы. Они сказали, в России так много всего можно? Они говорят, вот прям вообще. Там был кейс, например, проект с юристом, который свои визитные карточки вставлял, перекрывая номера машин. Он был основан на том, что русские перекрывают номера машин, чтобы не платить за парковку. А он, значит, такой хитрый, он вставлял свои визитки с буквой «Я». И такой был директ, условно. И немец, по-моему, сказал, типа, «А вам не кажется странным, что это реклама юристов, которые бушают закон?» Да. Долго обсуждали. Действительно, странно, но... Вот представьте, вы жюри, вы видите эту презентацию. Что из того, что было в этой презентации, вам кажется, было бы интересно еще посмотреть? Конкурсная работа, окей, да. То есть, что в наполнении? Например, самый насущный вопрос был посмотреть видео «Сиськи и драконы», очевидно, потому что это самая яркая часть из всей этой презентации. И дополнительным материалом было бы классно дать ролик «Сиськи и драконы». Я не помню, был он там или нет, но это вот логика, условно, да. Если же у вас «Сиськи и драконы» идут как отдельная подача, ну, то есть, просто ролик, то было бы классно дать дополнительным материалам ссылку на компанию, чтобы ты понимал, что это часть чего-то большого. Второй важный момент, который было бы круто дать как дополнительный материал для этого конкретного проекта, это ссылки, потому что там механика с видео непосредственно с этим «Сиськи и драконы» заключалась в следующем. Они выложили сначала этот ролик с пэкшотом «Мегафона» и рекламой «Мегафона». Потом удалили его причину без объяснений, просто взяли и удалили. Ну, как бы подогреть интерес, видимо. После этого люди сами начали выкладывать этот ролик, потому что это же интернет, все сохраняется и все такое. А потом они выложили его еще раз под тегом «Запрещенное видео» с рекламой «Мегафона» и знаменитое «Видео сиськи и драконы». Смотри, типа, в оригинале. Все это было сделано на канале у блогера Сын Дук, собственно, автор песни и видео. И ты, как членджерин, не совсем понимаешь логику. Типа, нафига вы удали... Они говорят, мы выложили первое видео, и оно набрало 4 миллиона просмотров. Круто. Наверное, оно могло набрать больше, если бы оно осталось на канале, но мы его удалили. Почему? Почему? Зачем вы его удалили? Люди перевыложили, а потом вы выложили еще раз. У тебя начинаются вопросы, которые ведут тебя, скажем так, к недоверию к этому проекту. А было ли вообще это реклама «Мегафона»? А не было ли это проектом Сын Дука, который его просто сделал, классное, смешное видео, а «Мегафон» потом на волне популярности видоса прилепил к нему бэкшот. Ты вынужден идти в интернет, на канал Сын Дука, читать комментарии юзеров, которые очень разные, тратить на это время и так далее. У тебя растет раздражение по отношению к проекту, потому что по-хорошему это работа агентства, объяснить всю логику, почему вы это сделали, дать ссылки, куда мне идти, если у меня вдруг возникают вопросы. В этом плане то, что можно было сделать с этим комплектным проектом. В дизайн-категории людям, я не дизайнер, поэтому я оцениваю многие дизайнерские вещи следующим образом. Если это упаковка, я просто представляю, что он стоит где-нибудь в магазине и условно хотел бы я это взять в руки и внести домой или нет. Вот очень простой критерий. У дизайнеров критериев гораздо больше. Они не такие простые ребята, как я, поэтому они смотрят на все, на шрифты, на обверстку, на кучу разных моментов. Почему-то вот в этот раз в дизайн-категории многие работы не были дополнительно снабжены распечатанными экземплярами. А в дизайне это очень важно. Китайский дизайнер, например, плакал. Просто как дал. Почему я не могу это потрогать? Это так красиво. В чем проблема? Ну, фиг с ним, да, как бы, китайский дизайнер не смог потрогать. Ладно, это не проблема китайского дизайна. Но это становится проблемой работы. Почему? Если я не могу это потрогать, это что, фейк? Это что, концепт-дизайнер, это где? Где? Как бы, то, что вы сделали. И от этого, ну, дизайнер, это очень тактильная, как бы, история, да? Если вы показываете, что вы, там, сделали супер-этикетку, или вы сделали супер-айдентику, которую разложили на кучу разных форматов, или у вас крутой календарь с каким-то интерактивным взаимодействием, но я не могу с ним поиграть здесь, сейчас, это значит, что, ну, я его, может быть, вообще не существовал, а у всех, там, на DCA, например, это постоянная практика, то есть, ты всегда видишь, на IDCO, ты всегда видишь, в дизайн-категории работают физические носители, что очень сильно помогает иногда работе взять на талан. Классный кейс, да? Все же знают этот проект, в целом, как компанию. Вот. Проблема этой подачи в том, что мы перестали, жюри перестало смотреть кейс примерно после, наверное, минуты, потому что они ничего, ну, как бы, они не поняли, их не зацепило никак, они не поняли идею, потому что вся компания Телетун очень сильно основана на крафте. То есть, может, сформулировать мне идею этой коммуникации? В одном предложении. Дешевая связь. А? Дешевая связь, это понятно, то, что они в конце говорят. Идея в чем? Я не могу. Что меньше джайденция. Состояние партографии. Коммуникации всей новой операции. Ага. Вот, то есть, короче, вся коммуникация Телетун, ну, понятно, что заключительное слово называется плати меньше, да, или там, выгодно, и так далее. Да, они борются с дороговизной. Вот это вся их креативная территория. То есть, они борются с дороговизной Москвы как города, они борются с дороговизной других операторов и выставляют их там по стосумам и так далее. Их враг это высокая цена и все, что с ней связано. Стиль жизни, переплаты, там, нервы за это, ну, и так далее. Объяснить, и вот это жюри не понял, международное. Мы, ну, понятно, знаем, мы объясняли в итоге, что это была классная компания, что там много крафта, что все очень красиво, что она была супер заметная. Мы потратили на это гораздо больше времени, чем там, что, вот даже, то, что кейс сам себе занял. И это была проблема этого кейса. То есть, классная история, вроде как, на уровне крафта. То есть, нужно было рассказать о том, что эти ребята там. Подскажите, что такое много крафта? Крафт – это исполнение, качество исполнения. То есть, все эти ролики, если вы возьмете их, да, сама идея очень простая. Мы ее слышали уже много раз. Мы не используем звезд в рекламе, поэтому наш продукт очень дешевый. Где мы это слышали? Например, у компании Морфон, которая выходила на ТВ с ровно такой же коммуникацией. И так далее. То есть, много где эта концепция, то есть, креативная идея, она тебя не удивляет. Ты не говоришь, что это, о боже, вот это да! Мы бьемся с дорогими ценами, потому что мы дешевые. Это срыв башки. Все. То есть, на этом уровне тебя не цепляет. На чем это может сцепить? На уровне крафтинга. Вот как раз качество исполнения. Потому что все ролики с классной идеей внутри крафтовой идеи. То есть, они все с иллюстрациями, с каким-то, с обыгрыванием ситуации. И плюс, они все основаны на очень таких локальных инсайтах. Москвичей, россиян в целом. И вот это все здесь не показано. Очень круто, что снят кейс. Вообще, это как бы очень классный ВРП, по-моему, единственный случай, когда сняли ролик целый, и это и есть кейс. То есть, вот этот ролик, по сути, снятый с этими актерами, рассказ о компании. И это классно. Но его длительность, его немножко расфокусированность, как бы, она не помогала в данной ситуации. Поэтому таких проектов было очень много. Это классный сам по себе проект, но многие проекты, в принципе, не доносили ничего о том, в чем заключалась основная идея, и почему это круто. И они были очень длинные. То есть, были кейсы по 5 минут, были кейсы по 3,5. Есть формат в камрах 2 минуты, не больше, лучше, меньше. То есть, 2 минуты, это не значит, что вы смогли рассказать историю за минуту 27, и сидите всей командой и думаете, что еще напихать в 33 секунды. Не надо ничего напихать. За минуту 27 рассказали, стоп. Смогли рассказать за 15 секунд весь проект, вообще отлично. То есть, не нужно его насыщать, это вот дальше там будет, не нужно насыщать детали. Титры, опять же, это специфика жюри. Западное жюри не знает русского языка, им приходится вглядываться, у многих плохое зрение. У всех дизайнеров, особенно китайских, плохое зрение. Они реально не видят, чего там написали. Вот это желание дизайнерское, знаете, эти титры поменьше. Вот у дизайнера вот эта презентация выглядела в 10-ом кегле по центру. Потому что красиво. Воздух и много масла. Вообще ничего не видно. Ваша задача не титры красивыми сделать. У вас уже есть красивые ролики, не знаю, кейсы. Ваша задача объяснить им. В идеале не титры сверху ставить, а просто делать титры в самом кейсе на английском. Ну, красивый, который выставляете. В первые 30 секунд нужно рассказать идею проекта. Если вы зацепите чем-то главным, не деталями, не тем, что вы посмотрите начало в течение минуты, а потом мы в конце расскажем, в чем была собственно мысль. Нету нежелания, невозможность смотреть, очень много работа. Поэтому первые 30 секунд это критическое время, ваша идея. Либо ее увидят и ее оценят, либо это все не имеет. Еще один совет. Кейс проекта это отдельный проект. Как выглядит большинство российских кейсов? Это такое summary. То есть мы что-то там свепили вообще не думая о том, что это должно быть отдельно как бы его отдельно надо заниматься в Art Direction, отдельный выбиратель и так далее. То есть если у нас есть компания, что мы делаем? Мы берем как Телетуб, они взяли и вставили ролики в кейс проекта. Это катастрофическая вещь, потому что ты эти ролики видишь скорее всего еще в феноминациях фильмов, ну по многим других категориях ты их уже видел. И здесь тебе нужен какой-то красивый summary, то есть опять же в чем была вся идея компании. Очень многие российские агентства вставляют ролик, после него идет просто слайд нарушки тринтов, то есть просто показывают, что мы сделали в разные форматы. И выглядит это не очень красиво. То есть это просто как PowerPoint-презентация, но они мировые. Реально, ну так себе. Поэтому кейсам можно проходить отдельно, отдельно проектам, которые можно тратить время, деньги, энергии и так далее. И тогда это принесет какие-то плоды на фестивали. И последний совет по поводу кейсов не нужно разжевывать все детали. Это тоже еще одна такая черта. Давайте расскажем все, что у нас было. Не нужно рассказывать все, у вас есть классная идея, расскажите о ней и дайте две-три классные детальки о том, как вы это сделали. Если идея цепляет, жюри не нужно объяснять. Они понимают, не видят, как это было сделано, а лучше показывать и рассказывать. Какие-то вопросы есть? по поводу подачи. А скажите, для них нет, и все делать подачи. Да, только хорошие. Потому что было много плохого видео, которое на самом деле убивало. То есть ты видел статичные картинки дизайнерской подачи с вкусными деталями, элементами, все было классно. Ты готов был дать уже награду, и тут тебе включали видосы. И нет. То есть это все уничтожало, все ощущения. Понимаете, работа жюри это очень такой тонкий механизм. То есть там 10 человек в комнате и это все зависит от настроения. То есть там кейс создает настроение. Вот если он как внубил себя в проекте, все еще не проекте, оно готово дальше рассматривать, дальше, оно все больше и больше влюбляется. Если там появляется какая-то деталь, которая разрушает эту тонкую материю, а это очень легко сделать, например, карат кейс классные статичные картинки, все здорово, а потом включается кейс с мега странной музыкой. Там я даже не знаю откуда она. То есть я понимаю, что она где-то наверное из советского прошлого, но для жюри она выглядит просто супер странно для иностранного иностранного. Она не поддерживает кейс на орган настроения. И это было проблемой в случае карата, потому что это вызвало вопросов, зачем мы вообще это туда поставили. То есть я как бы с одной стороны говорю, что надо дополнительные материалы давать, но на них тоже нужно смотреть, это не просто объяснялки. Это какие-то вещи, которые могут дополнить и улучшить ощущения от всего проекта. Видео классное, дизаймное, правда, хорошее, работает. А еще по поводу Inspired by Nature, по-моему, черно-белое, это в упаковке было, упаковка и черно-белые такие иллюстрации. Видели проект? Нет? Кто-нибудь видел проект такой? Черно-белые иллюстрации в Каспетик? А? Да, 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 да. Вот, там тоже было видео, мы не очень поняли, а зачем оно там было, потому что, опять же, статичные иллюстрации смотрели сюжет красиво и классно, потом мы смотрели видео, где нам просто показали, как эти иллюстрации со звуком карандаша рисовались, ничего больше, ну, то есть, просто каждую иллюстрацию вот так нарисовали, такие, типа, окей, ну, то есть, что это должно вам еще дать на уровне ощущений, ну, как, звук карандаша, ассоциации, не очень понятны, вот, поэтому, в этом случае видео был, не очень, не очень, а то еще было. А можно вопрос? Да. Я просто сам по этому проекту хотел бы уточнить, почему? Какого? вот это, то есть, как менеджер проектов, классно, а, хотел бы понять, то есть, если вообще не было бы видео, то что? Это не лучше? Все было окей. Оно не помогло, ну, я не в смысле, что у вас все плохо в этом плане, но в смысле того, что оно не дало дополнительного какого-то угла зрения, на прогнозе. То есть, это было просто, ну, как мы ее делали? Вот. В этом плане оно, оно не было ни лишним, ни полезным, то есть, неправильным. То есть, на мнение жюри мы никак не говорим. В этом случае. В других случаях будет много. То есть, на этом видео в дизайне, правда, очень сильно помогаю. Спасибо. Спасибо. Вам хорошо. Вот. Вот. Вот это крутая подача. То есть, вот так должен выглядеть кейсер. Не просто сам о ее проекте, это отдельный проект, который вы абсолютно, которым вы занимаетесь абсолютно отдельно. Это, по сути, ну, там важен стори-телинг, там важна драматизация какая-то, да, вы должны рассказать историю жюри, который зацепит. Потому что, жюри может быть не в курсе, кто такая Синбаева. Она может быть не в курсе контекста, что она была удалена с Олимпийских игр. Это нам, это мы знаем, да, как для нас важно. А для китайцев важно, например, что, извините, что китайцы, вы знаете, японцы и немцы, и астрицы. У них свои собственные проблемы, да, то есть, они не в курсе про Синбаеву. Один, нужно объяснить, нужно завлечь, нужно рассказать, в чем была проблема и почему мы приняли там такое решение. И сам кейс должен выглядеть, конечно же, круто, должен цеплять эмоционально, в первую очередь. Рацию, представьте, что вместо этого вы видите намного-много красивых цифр. Цифры в этом случае не очень работают, потому что цифр ты за эти два дня видишь гигантское количество, то есть, они тебя уже предстоят убеждать в какой-то момент. Мое личное мнение, что цифры важны. То есть, мне кажется, что идеальная подача это когда у тебя проект, который может, трогать твое сердце, то есть, он тебя цепляет эмоционально, вызывает какие-то эмоции. Но с другой стороны, он удивляет твой мозг тем, что это было смарт-солюшн, какое-то смарт-решение, которое принесло результат. Это такая убийственная комба, фаталити коммуникационная. Но таких проектов мало в принципе, и сами цифры голые, они не впечатляют, потому что в каждом кейсе там правда цифры 100 миллионов, 200 миллионов, то есть нужно. Тебя удивляет больше цифр, а в нашем проекте мы охватили полтора миллиона человек. Ты думаешь, вот, вот правда. Вот это правда. А то 100 миллионов это цифр, это там больше, то есть, то есть ты начинаешь верить меньше цифрам, чем каким-то красивым рисунком. Спасибо большое. Если у кого-то будут вопросы, вы можете, вот я буду какое-то время дойти спросить. Надеюсь, было полезно. Удачи. Спасибо.